одна из самых красивых моделей ламп фирмы оптимус 930 стекло взял от двухсотых, потому что стекло пришло битое это праздник со слезами на глазах самая красивая деталь лампы шляпа полированная в остальном лампа такая же приблизительно как и все остальные лампы фирмы оптимус сделано очень качественно красиво аккуратно единственное что это только лишь никелированная точнее как выяснилось она хромированная а не никелированная потому что покрытие очень твердое попытки прудного царапания показали что превышает по твердости нержавеющую сталь в частности в общем и целом впечатление как всегда от приборов этой фирмы сугубо положительное единственное что ложкой дегтя оказалось то что разбилось стекло пока она ехала из-за того что кое-кто не будем его называть не удосужился упаковать его как следует хотя я его об этом просил такая лампа есть еще один нераз в принципе считается что лампа это на 300 свечей даже на бочке об этом написано однако игловку и форсунку ставят на 200 свечей и вот почему лампа по своим габаритам относительно небольшая такая же как 200 оптимус даже может быть чуть чуть поменьше за счет шляпы и в шляпе собственно дело форсунка и иголка ставится на 200 для того чтобы шляпа не перегревалась и сохраняла свой первозданный зеркальный цвет потому что если она будет долго греться долго работать работает она на одной заправке порядка десяти часов шляпа перегрева синеет на многих моделях не на многих экземплярах именно этой модели формированы видно что шляпа черная здесь она зеркальная пока что еще такое небольшое усовершенствование позволяет сохранить ресурс и первозданный вид конечно греется очень ощутимо любая органика попавшая на шляпу то есть выходной дефлектор вот этот красивый блестящий сразу дает очень сильные пятна обугливания которые потом довольно тяжело смыть приходится соскабливать с риском повредить хром видимо именно поэтому сделан очень твердым то есть рассчитан на такую чистку вот такая лампу как по мне так очень красивая давно я ее хотел 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 конечно в латуни взять экземпляр но поскольку эта модель заслуженно ценится многими коллекционерами в латуни она очень дорогая я думаю пришлось обойтись таким экземпляром динкеллированным вот в общем то пока и все конец фильм здесь